В последнее время мы сталкиваемся, конечно, с беспрецедентной кампанией. Она была развернута уходящей администрацией. И, конечно, особое место занимают обвинения США в якобы совершающихся с российской стороны кибератаках на американское информационное пространство. Якобы основной целью является вторжение во внутренние дела США, в частности, в избирательную систему. Нас изобразили монстром, который готов покуситься на самое святое в западном образе жизни, его демократические устои. Естественно, все обвинения были бездоказательны. И мы, если вы помните, сколько брифингов вы можете поднять, сколько было комментариев на ленте Министерства иностранных дел, заявлений министра, его интервью. Мы просто вымаливали эти доказательства у Соединенных Штатов Америки. Хотя бы что-то, хотя бы какую-то фактуру. Причем делали это как в публичном пространстве, так и в ходе двусторонних переговоров. Вы можете, кстати говоря, поинтересоваться у американских коллег в Госдепе, какое количество раз Сергей Лавров задавал этот вопрос господину Керри. В ответ мы не получили ничего, кроме очередных глупостей и обвинений. Эта кампания была синхронизирована, она не случайна. И в последнее время очень модно стало объяснять собственные провалы неким высокотехнологичным вмешательствам России во внутренние дела других стран. Нас назвали главным киберагрессором, мировым киберхулиганом. Это все цитаты из средств массовой информации. И полным ходом в последнее время на Западе стала набирать такая уже оформившаяся кампания. При этом мы видим такие процессы, связанные с тем, что, например, имя Эдварда Сноудена постепенно начинает забываться, утихать его, начинают меньше вспоминать, цитировать и так далее. Его разоблачения пытаются забыть. И вот подкрепленные неспоримыми доказательствами обвинения Сноудена и других людей, которые разоблачали и, в общем-то, выдавали фактуру о том, что Соединенные Штаты сами создали глобальную систему киберслежки, кибератак, что они не брезгуют тотальным прослушиванием всего мира, в том числе лидеров государств и своих союзников, фактически подорвали основополагающую концепцию западного мира, а именно право на неприкосновенности частной жизни. Вот об этом, обо всем пытаются замалчивать. То есть вот эта вся история про русских хакеров – это своеобразная попытка, так сказать, противовеса тому, о чем говорил Сноуден и другие сотрудники американских компаний, связанных с киберсферой, и их реальных разоблачений. То есть вы вспомните, еще пару лет назад это все было не просто на слуху, об этом говорили, велись расследования. О том, как Соединенные Штаты выстраивают свою политику в киберсфере. Сейчас об этом практически никто не говорит. Есть одна страна, которая занимается кибератаками, но при этом никаких доказательств нет. И вместо какого-то извинения, прекращения собственной деятельности в таком мировом информационном пространстве, Вашингтон, да и не только Вашингтон, и партнеры предпринимают усилия как раз сделать из России образ страны, которая во всем этом виновата. По большому счету формируется определенная ментальность восприятия России и виновности в России в том, в чем виноваты они. Есть еще очень важный аспект вот такой антироссийской хакерской кампании, я имею в виду и в информационном плане. Во всех этих обвинениях явно просматривается желание подменить понятие именно выдать высоко профессиональную работу российских СМИ на информационном рынке западных стран за попытки кибервмешательства. То есть понимаете, перемешиваются все эти вещи, в этот плавильный котел идут все компоненты, кибератаки, хакеры, тут же идут российские СМИ, тоже для создания соответствующего образа и имиджа российских медиа. Ну и задача понятна, изолировать общественность, а получение полной достоверной информации.